Все. На запись я поставил. Видна ли трансляция? Трансляция видна, но компьютер в компьютере. Это понятно, потому что я сейчас... Компьютер в компьютере, это нормально. Смотрите, мы с вами собрались о том, чтобы обсудить сайт Promo Faberlic, его возможности. То есть, вот когда вы заходите на сайт Promo Faberlic, у вас здесь находится главная страница. То есть, сразу же выходит на главную страницу. И здесь, например, если не директор, у вас этих цифр баланс не будет от директора. У меня пропал звук. Друзья, Россия Белорусс, эту платформу знают, потому что они присутствуют на вебинарах. Максим проводил по платформе где-то месяца четыре назад. Я проводил год назад. То есть, здесь, в принципе, есть функции, которые для автоматизации очень хорошие. Давайте возьмем главную страницу. То есть, баллы. Откуда они берутся, баллы? То есть, баллы, они подгружаются директором. С галлюем мы общались. И есть два вида отчетов. Есть сравнительный, есть текущий. То есть, от лидера и выше, то есть, от 9% и выше. Каждый новичок может подгружать, не новичок, вернее, 9% и выше, подгружать отчет на сайт Promo Faber League, чтобы у его команды открывалось обучение. То есть, у нас от баллов открывается, вот здесь вот я сделаю вкладка обучение. Оно открывается именно... Давайте, если какие-то вопросы, я открою чат. Антон, а пропала эта видеотрансляция у нас пропала? Так. Кто-то, кто-то пошалил. Сейчас. Все. Ага, все появилось. Говорите, если что-то будет пропадать. Ну, такое бывает. Так, в чат зайду. Если вы какие-то вопросы, пишите в чат. То есть, я его сейчас с телефона открыл, чтобы увидеть то, что вы написали. То есть, здесь у нас бизнес-старт, это базовое обучение, оно идет у нас в Telegram. В принципе, вы можете сами здесь проходить, новичок может перейти в базовое обучение. И там, ну, просто базовые знания. То есть, что такое Faber League, там, ну, по мелочи. То есть, вообще для новичка, можно сказать, без опыта. То есть, примеры сопровождения. Вы также можете нажать, открыть, откроется наш бот, который основной. То есть, после регистрации, сразу же говорю, человек может перейти и подключиться к боту. Вот к этому, да. Чем плюс. То есть, если не подключается к этому боту, если идут по каким-то акциям и так далее. Из-за того, что вы еще подружаете распечатки каждый день, получается так, что человек, который подписан на этого бота, бот ему высылает оповещение, то, что он идет в той или иной акции. То есть, это уже делает Максим, рассылает через бота. Но если вы, нужно подгружайте отчеты текущей каждый каталог. То есть, вот взять вот здесь вот команда, загрузить отчет по баллам. То есть, сравнительный и текущий мы подгружаем. Здесь подписано, как погружать с айфона, как с персонального компьютера. Но это Excel не нужно, да. И текущий. Сравнительный мы подгружаем один раз в каталог в начале каталога. Первый день каталога. Все, больше мы его не грузим. Текущий мы подгружаем именно каждый день. То есть, особенно директора каждый день. Потому что новички у нас регистрируются каждый день. И чтобы информация по ним, вот в разделе «Главное» отображалась. Вот эти вот баллы, да. Нужно подгружать каждый день. Далее. У нас идут здесь актуальные. Что у нас вообще сейчас актуальное может быть? То есть, марафон по клиентским чатам. Я думаю, вы уже об этом услышали. То есть, это уже для директоров, которые хотят, чтобы их личная группа участвовала. Они нажимают кнопку «Оплатить марафон». Тем самым создается фонд марафона. И после этого разыгрывается среди участников марафона вот этот фонд. То есть, это не для того, чтобы там заплатить модераторам за то, что они работали спикером. Это для того, чтобы именно был призовой фонд, чтобы было поощрение. То есть, через генератор, через силу, но будет поощрение. Промо-Вася. То есть, если не знали, это... Ну, поэтому вообще отдельно нужно проводить по промо-Вася. Это WhatsApp-рассыльщик. То есть, если кто не знал от проекта. Да, он тоже платный идет. За него там, по-моему, минимально 300 рублей. Чтобы 4 WhatsApp-а подключить. Только не используйте свои WhatsApp-ы. Лучше левое, чтобы если блокируют, то не сблокировали ваш WhatsApp. Это можно рисовать по базе там. По сути, даже... Давайте поправлю глаза. Промо-Вася не только для рисунки. Если у вас база номеров какая-то есть, вы можете ее прорабатывать с помощью промо-Вася. В том числе и рекрутинг. То есть, поэтому здесь тоже, если вы захотите, здесь есть подробная инструкция. То есть, чат подключится. Это тоже идет от 9% и выше. Тарифы здесь можно... Как работать с отчетами? Все видео по промо-Вася записаны. То есть, есть чат поддержки. Дальше есть ассистент. То есть, искусственный интеллект, который мы всем купил. Для тех, кто хочет, например, написание постов. То есть, есть и от компании, есть и наш проект. Поэтому тоже можете использовать. То есть, он идет бесплатный. Доступ к 30 баллов. Ну, каталоги, я думаю, знаете, где найти курсы от Ада. Это уже старый совет директоров. То есть, директоров у нас здесь присутствует или будет присутствовать на марафоне. Подключайтесь сначала в чат, потом на канал. Потому что на канал вы не вступите, пока в чате не будете. Это тоже старая информация. То есть, Максим не убрал. Час структуры коинов. Это наш с Аней канал. И, так, я сейчас посмотрю. Так, запись где-то, все нормально. И бизнес-сопровождение. Здесь тоже мы это будем дорабатывать. У нас старое обучение, сразу же говорю. Это то, которое мы еще не убрали, потому что здесь есть информация. Вот, например, перейти. Есть реклама Google, да? То есть, если Россия, например, не сидит в Google, не рекламируется, потому что мы не имеем возможности рекламироваться, то, например, вы, как Казахстан и Кыргызстан, да, можете спокойно изучить. Да, там немного старая информация, но можно разобраться. В принципе, я тоже в этом вам помогу, если только у вас будет запрос. То есть, и Facebook, и Instagram. То есть, здесь есть, но тоже изменения там произошли в интерфейсе, в настройке. То есть, мы туда зайти даже не можем, поэтому мы обновить эту информацию. Так, у кого-то идет фон, отпишите микрофон, если вы не говорите. Так, и вип-чат в рекламе. То есть, где вы можете вступить, это именно наш чат, наши рекламы. Не, в принципе, задавать вопросы. По Google я вам отвечу, по Facebook, Instagram, только по, я думаю, отвечу, по технике. Потому что реклама Facebook, Instagram, она больше на креатив акцентируется. А как-то будет, в принципе, я знаю, но креативы я лично сам не создаю. То есть, яндекс, это больше для русскоязычного рынка. И рекламы есть, как на миг, в принципе, тоже может спокойно человек оплачивать. Рекламы, рекламы, но это старая информация, еще старое обучение. То есть, вот, раздел «Главный», в принципе, больше на «Главный» ничего нет. Идут раздел «Ссылки». С этим разделом, я думаю, вы знакомы. Почему? Потому что, как сказали, вы заходите только на промо-фабрелик, чтобы взять ссылку. То есть, я вам объясню, для чего, какие ссылочки. То есть, вообще, вот здесь разные ссылки есть, чтобы вы понимали, для чего они. То есть, вот это основная, как бы, акция новичка. Что такое с распределением? То есть, если вы даете эту ссылку, она, если в настройках, вот здесь вот, есть распределение в первую линию, ничего не стоит, все регистрации падают к вам в первую линию. Но это, в основном, мы регистрируем потребителей с помощью рекламы. или человек вообще не осматривает бизнес и не хочет бизнеса, хочет именно потребление. Вы можете пользоваться этой ссылкой. Но также, если вы запустили рекламу, например, собрали бюджет, командный бюджет, и чтобы распределить, например, между всеми теми, кто скинулся в первую линию, давайте я открою новые вкладки. Вот здесь вот вы просто вставляете номера свои, то есть, вернее, если вы только по Казахстану рекламируетесь, вы ставите свой регистрационный номер, потом также через плюсик добавляете другого человека, который к вам рекламируется, то есть, обязательно давайте я плюсик нажму, например, по Казахстану. И кому? Я вот ввожу, так вывело, так меня слышно? Или это человека вывело? А, слышно. Слышно? То есть, я свой покажу, 700, 386, 338, то есть, у вас должен указать человек, который с вами скинулся, то есть, вот фамилия, имя, отчество, как у него, и комментарии, это для вас, например, я, то есть, нажимаем сохранить. И так, если вы только на Казахстан, нужно и ваш регистрационный номер вставить, чтобы вам распределялась первая линия, и номера людей, которые скинулись бюджетом. Я сейчас удалю, в принципе, это нужно, не нужно. Идем далее. То есть, вот это вот, первая линия, только себе, то есть, по этой ссылке уже никуда не перенаправить. регистрации, то есть, если вы только себе, то это только себе. Далее. Ссылка, которую вы, в принципе, пользуетесь, это вот как раз с окончанием MLM. Что она дает с окончанием MLM? Она распределяет регистрации, которые у вас, ну вот, хотите вы ветками строить, и потребителей, и бизнес-партнеров, то она распределяет в первую линию. Вум, блин, извините, по веткам. То есть, и между всеми активными ветками. То есть, я думаю, ветки вы настраивали, и знаете, давайте снова уже другой раздел. Откроем, вот ветки. То есть, смотрите, у нас сейчас вот 7 веток активных. Видите, статус. Зеленая галочка, это активный. То есть, есть 4 неактивных, которые мы строили, но перестали, перестали строить, мы поставили статус неактивным. То есть, в эти ветки не распределяются. Распределяются только вот тех, у которых статус активный. То есть, вы это также можете сделать. То есть, это в принципе удобно. То есть, особенно если у вас хороший поток партнеров. То есть, вы можете там 2-3, то есть, смотреть, сколько вы ведете веток. Но, сразу же говорю, чтобы ветка росла, нужно, чтобы проходила по одной регистрации в день на бизнес в эту ветку. Минимально 10 регистраций в каталог, минимально, чтобы она хоть как-то росла, на бизнес, имея в виду. И вот, также, например, я могу, не хочу я сюда больше регистрировать, то есть, я ставлю выключено, то есть, сохраняю, и все. То есть, в эту ветку больше распределения с наших ссылок не придет вот именно, который с окончанием MLM. То есть, дальше вот идет номер ветки, видите, в чем здесь нужно знать. То есть, вы, в принципе, можете здесь не смотреть, у вас была такая ситуация, что, например, человек, вы хотите поддержать какую-то ветку. К примеру, то есть, я закрываю вкладку, жаль, сейчас откуда, где именно регистрации ветки, открываю новый вкладку, и открою на вкладке, чтобы удобнее было вам презентовать и не сбиваться, туда-сюда скакать по страницам. Например, если вам захотелось, например, поддержать ветку, именно, чтобы этот партнер, который новый у вас, который вам написал, попал именно в эту ветку. То есть, вы заходите вот сюда, настройки регистрации ветки, ищите ветку, которую вы хотите поддержать, комментарии смотрите, какая-то ветка, вы уже сами будете решать. Ну, например, я нажимаю плюсик и ставлю вниз. И здесь у каждой ветки будет MLM и окончание ветки. То есть, вы можете спокойно скопировать отсюда ссылочку. И, то есть, дав эту ссылочку, которая, именно с номером ветки, регистрации пойдут именно в эту ветку. в принципе, если вы хотите, например, вручную заполнить, также есть возможность заполнить вручную. То есть, хотите вы, например, скинул, боится человек проходить по ссылке, вы берете у него данные, но главное, чтобы он был онлайн. То есть, нажимаем заполнить, вводим данные, отправляем смс-код, он присылает вам смс-код, проводите регистрацию. Тоже это можно провести спокойно через сайт, если человек боится проходить по ссылкам. Бывают люди, которые боятся проходить по ссылкам. Далее. Ну, здесь промо-страницы, они в другом месте. То есть, можно ссылочку на каталог давать. То есть, это первую линию, это, видите, окончание MLM, это только распределение по веткам. И также с номером ветки. То есть, вы можете отсюда это скопировать, просто вместо узких букв в номер ветки и вставить IT-ветки, в которые нужно провести регистрацию. Далее. Идут V-bot-рекрутеры. То есть, это именно боты, которые дают информацию о бизнесе. То есть, вы их видели, это робот Андрей, робота Анечка, Ольга, Саша и Дмитрий, да, и Максим еще текстовый. Вам, вы уже сами можете это выбрать. То есть, но еще хотел с вами поговорить по поводу как раз автоматизации. То есть, очень хорошо сейчас работает автоматизация и люди идут за счет чего? Потому что большинство людей сейчас, наоборот, хотят меньше напрягаться. То есть, вообще не с гильеей, вообще с командой, да, мы были когда в Кыргызстане, в Сыркуле, вы работаете с каждым новичком индивидуально. с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это трата, очень большая трата ваше время. И неизвестно, выстрелит человек или не выстрелит. Мы с самого начала, вот даже когда пришли в сетевой бизнес, в Фоберлик, мы поняли, то, что нужно как можно больше звать. Никогда не знаешь, какой человек выстрелит. и работать индивидуально, мы сначала это работали, потом все равно перешли уже, поняли, то, что нужно настроить поток регистраций, кто зарегистрируется, уже с тем работать, а не до регистрации, то есть человек сам себя проявляет, мы добавляем его в чат, идет общение в чате, обучение в чате, то есть мы только индивидуально какие-то вопросы решаем в личке. И тогда это было, то есть хочешь задать вопрос, старайся задавать его в чат, с самого начала не стоит бояться задать его в чат, то есть по ботам, вот эти боты, вот бот-рекультеры, они регистрируют только ветками, то есть здесь также вот если на конвертик вы нажмете скопироваться ссылочка, то есть на любую на любого бота, какой вам будет по душе, если вы хотите рекрутировать, дальше вы боты-рекультеры, это у нас, боты-рекультеры, это у нас идет именно через телеграм-бота, то есть даже можете нажать перейти, вот здесь подписаться вконтакте, в телеграм, человек выбирает, где ему удобно получать информацию, есть вконтакте этот же бот, есть в телеграме, то есть если мы переходим, открываем приложение, опять открывается этот бот, и человек уже, например, получая информацию, то есть нажимая запустить, сейчас так нажму, и мне начнет идет, начинается идти информации, то есть ок нажимает, и дальше идет, вам также в боте, вот который у нас идет для отчетов, где вы смотрите регистрации, так, сейчас боты, вот здесь будет отображаться то, что вот такой-то новичок, у вас какие-то действия происходят в боте, это удобно, вы уже можете посмотреть, что это за новичок, и вернее, он даже до регистрации, вот это вот ссылочка, и когда он вот в этом боте пройдет регистрацию, он попадет в одну из ваших веток, он тоже настроен на то, чтобы регистрировать ветками, и бот это видит, давайте назад, и здесь вот по типу кожи, здесь тоже можно вот еще один бизнес-бот, вот другие, я бы не особо стал использовать, потому что эти более как бы безентабельно, и человек сам может получить информацию, и зарегистрироваться к вам в команду, далее, от лидеров, но это уже промо-страницы, вот видите, который в марафон победит чат, у нас лидеры делают промо-страницы, и каждый лидер, который у нас на проекте, может уже брать отсюда ссылочки, то есть здесь можно в первую линию, себе, и в ветку, то есть просто нажав и скопируя, здесь видите наш регистрационный номер, то есть обязательно смотрите, чтобы в ссылочке был ваш регистрационный номер, то есть другие как бы внимательнее к этому отнеситесь, то есть здесь можно и даже разные, то есть здесь вот был марафон у нас по личному бренду, то есть также была промо-страница, которой все люди могли пользоваться, то есть не придумывая, даже новичок пришел, и он мог этим начать пользоваться, ну только сделав 50 баллов на 100 их фетки, и каждый раз, каждый какой-то марафон создается промо-страницей одним из директоров, вот например, здесь Ольга Александрова Дубяга создали, поделились, здесь Лейманова Галия поделилась, здесь Банман Марина поделилась, то есть это тоже можно в принципе делать, это настройки промо-страницы свои, вы что-то создадите, захотите, например, с кем поделиться с проектом, вы также можете там в создании поставить что-то доступно всем. Так, для отработки команды, то есть это уже идет у нас стартовая программа, и здесь давайте посмотрим, здесь у нас получается человек немного не так сделал, но это мы поредактируем, чтобы этой промо-страницы не было. Ну, в принципе, все, по ботам и путерам, по ссылкам я вам рассказал. Дальше, обучение вы знаете, то есть когда мы заходим в обучение, здесь идет доступ с какого уровня, то есть новичкам сразу же объясняйте, то, что есть три уровня доступа к обучению, то есть если он не сделал заказа, он, например, в чат проектный не зайдет, если он не сделал 50 баллов, он не сможет посмотреть автоматизацию социальных сетей, если 100 баллов не сделал, он не сможет рекламу, то есть объясняйте, для чего, всем в ЛК этот человек сможет посмотреть обучение до заказа, то есть маркетинг план, маркировка рекламы вам не нужна, потому что это больше для России, вот старый сделал с обучением, которое мы в самом начале говорили, так же он здесь помещен, чтобы можно было посмотреть ту информацию, которую нет в этом обучении, ассистент, то есть переходим, то есть реку тимминг в контакте 2002 год, но это видим только мы администраторы, потому что это уже старая информация и появилась новая, то есть мы заменили, можем это удалить, этого не будет и у нас, но пока просматриваем информацию, то что в 22 году было, возможно есть еще какие-то методы там, которые нету в 24 и они еще рабочие. то есть так же если вы захотите что-то внести какое-то видео там в проект в принципе нам просто даете ссылочки на ссылки на YouTube на эти видео мы помещаем в обучении, то есть не бойтесь делиться информацией, то есть сейчас вот здесь сопровождение больше для русских, для российского рынка и белорусского а вот старом и для вас есть информация так вы можете рекоментироваться Facebook, Instagram. Антон, скажите, а вот запускать рекламу в Telegram есть такое обучение? Есть, но это больше через Яндекс Директ. Через Яндекс Директ, Директ. можно будет так, я его не создал, по-моему, не создал. То есть если вот идти, ну, так. А, вот что? У нас будет работать Яндекс Директ. Ой, я точно нужно просто узнать, как можно заплатить, то есть именно в Яндекс положить. возможно у нас лидеры казахские просто наверное в долларах будет для вас. В принципе это можно запустить. Быстренько составим там ничего как бы сложного нету в продвижении Telegram канала. То есть там даже саму в принципе можно разобраться. Но в принципе создам видео это быстро делается там буквально за 5-10 минут расскажу. То есть этого урока нету я его создал но видел пока не записал все в разгездах. Значит так сейчас я запишу его. А ВКонтакте тоже рекламу запускает? Да мы в основном запускаем ВКонтакте сейчас. у нас здесь реклама ВК надо найти. реклама ВКонтакте тоже записаны уроки то есть как создать набор как создание рекламных креативов создаем рекламную кампанию это на продукт и настойка рекламы на бизнес продвижение поста в группе вашей продвижения автоворонки по которым мы с вами и говорили да тоже это есть как запустить то есть давайте сейчас еще вернемся так отчеты отчеты это именно регистрации которые проходят сейчас много интернет подвисает то есть это первая линия если ветки смотреть то вот сюда нужно нажать и здесь будут отображаться то есть в первую от лидера это вот как раз я вам говорил в самом начале объяснял про ссылки вот которые регистрации в первую линию да если будут приходить сюда то вот сюда нужно смотреть но у нас под нас никто не распределял поэтому у нас в очерке ничего нет по сути далее рейтинг очень хороший вот когда вы подгружаете отчеты еще вот именно рейтинг вот давайте зайдем прошлый каталог я уже показывал здесь видно кто у вас что делает сколько прирост побалов за три каталога у этого человека новичками то есть например вот прокопенко виктория за три каталога это за прошлые три каталога нет не передействующий 146 количество регистраций заказом 80 человек дальше мы идем 457 но у нас за три каталога 700 регистраций 72 с заказом статистика такая не очень но на ней работаем то есть и здесь топ 100 то есть 100 человек может поместиться в ваш отчет если у вас будет 100 реклитеров через промо фоберик запомните девочки этот лейтинг показывает только те регистрации которые прошли по ссылкам промо то есть если вы будете пользоваться ссылками промо у вас люди вы будете понимать сколько у вас люди регистрируют приучить свою команду запускать именно ссылками с промо не вручную регистрировать на официальном сайте а именно через промо вот это будет для вас еще дополнительный инструмент как вы можете посмотреть кто у вас в команде работает сколько человек он привел сколько человек с заказами какой оборот эти люди сделали за три каталога вот смотрите дальше чат-боты то есть здесь можно создать я макса попрошу ближайшее время здесь появится видео как создать чат-боты в принципе он у меня здесь создан вот у меня здесь создана тестовая была и просто перейдем вот так вот выглядит в принципе наш вот то есть в принципе здесь немного 4 на 4 на 5 20 сообщений то есть по разным веткам то есть если бы так-то было бы в два раза меньше практически если бы было без опыта и с опытом то есть немного разную информацию даем для тех кто с опытом и тех кто без опыта то есть это можно бесплатно создать автоворонку телеграм-бота и уже рекламироваться вот причем вам сейчас говорим давайте я перейду в принципе здесь я уже все вам показал то есть еще если не будет непонятно что-то я вам с вами еще поговорю то есть мы на этом не закончили то что я вам провел все до свидания нет наоборот наша задача вам объяснить так чтобы у вас не осталось вопросов вот телеграм-бота как раз автоматизация да мы можем эту ссылочку разместить в инстаграм и вот проходи там я учу автоматизации как автоматизировать свой бизнес и чтобы можно заниматься только трафиком на свою страницу то есть запускать рекламу чтобы было больше посещений подписок на вашу страницу то есть это можно с помощью или так давайте я перейду отключение надолго трансляцию экрана чтобы меня было видно так так вы мою зарядку видите да все понятно нам нужно рекламу именно на автоворонку да в общем не то что на автоворонку нужно создавать нужно создать автоворонку видео мы проговаривали какие тексты даже дали да вам какие нужно записать и ну это бизнесе больше вы можете пиарить автоворонку это очень классный инструмент и сейчас ну Россия это гудит значит и у вас скоро загудит я бы так сказал почему потому что люди хотят автоматизировать свой бизнес чтобы не вкалывать вот как вы сейчас вкалываете да с каждым новичком который приходит к вам на бизнес а не проще дать ему ссылочку по которой он изучит информацию и сам зарегистрируется в вашу команду он может зарегистрироваться не сразу же можно еще рассылать по боту сообщения то есть как говорят дожималки дожать какую-то информацию дать о бизнесе о ваших достижениях о достижении в вашей команде и люди ого у них растут и как говорят шетончик провалился и они зарегистрировались телеграм-бот еще чем хорош люди подписываются пока они не отписались они получают всю информацию без возможности блокировки то есть он может только отключиться и все то есть отписаться от телеграм-бота только тогда он не будет получать информацию этот как сказать этот экологичный да уж тут перебьешь в общем девчонки всем роста просто хотела поздороваться и это вот просто у вас это пойдет вот реально это у вас все равно скоро пойдет и чем больше вы вы можете создав вы можете даже не с помощью платформы есть платформа bot help то есть разобраться в ней то есть у нас нету информации как но это есть в ютубе как пользоваться платформой как создать бота на этой платформе можете спокойно зайти разобраться снять ну сначала снять ролики разобраться в ней то есть сразу же говорю мы с этой платформой не пользуемся но она удобная пока то есть пока макс кое-что не доделал по боту, чтобы рассылку именно по подписчикам. Там это можно, у нас пока нельзя. То есть, но у нас бот полностью бесплатный будет. То есть, если бот хелп, он берет за создание там воронки, за подписчиков или за рассылку писем, что сами его выберете, то у нас он будет для команды абсолютно бесплатный. То есть, он и сейчас есть, но нету пока возможности вот именно дожимать человека. Это будет обучение промо по Берли, да? Ну, и нет, вот этого вот пока нету обучения. Но я сейчас Максу попрошу, чтобы он создал отдельное видео по созданию именно телеграм-бота здесь на промо. чтобы, например, новичок, ладно, ты, Галия, можешь себе позволить, да? А новичок, который только пришел, сделал заказ, он не может себе платного позволить пока. К примеру. Но он может хорошо говорить в сторисах, тем самым привлекая народ на свою страницу. А на странице у него ссылка на телеграм-бот, где люди получают информацию и автоматизировано, не написывая часами человеку, может получить всю информацию и зарегистрироваться. Вот почему мы и говорим самое крутое, это все равно автоматизация. Не нужно пытаться человека вложить в него, извините меня, некоторые вкладывают по месяцу, по два, а человек скажет, да, мне это не надо. Было же такое, да? А то даже и больше. Зачем? Когда вы можете создать, автоматизировать свой бизнес, говорить, запускать рекламу и уже работать с зарегистрированными. Тем более, вот, не знаю, мы телеграм-брали из шапки, оставили сайт, да, но вот когда ссылку сделают, мы обратно его вернем, уберем ссылку на сайт. Почему? Потому что телеграм-бот это удобная вещь, когда вы можете рассылать письма, дожимать ту аудиторию, которая к вам приходит. И все. Ваша задача, это, например, появилась какая-то мысль, как дожать, вы составили текст, картинку отправили, все. Человек получил информацию. Мы таким методом, он очень удобный, мы тогда были, когда в Арифой, давайте, там был метод работы почтовая рассылка. То есть мы присели, там такая же ссылка шла, не помню с помощью какого сервиса, если честно, уже, там рассылка шла, и мы могли еще тоже дополнительно рассылать мау-письма. И получалось так, что мы с 6 тогда с помощью этого рассылщика вышли на 12%. То есть это удобно, почему? Потому что человек пока не отпишется, он получает информацию. То есть какая-то акция, какой-то скачок. То есть некоторые подписались, смотрят, ну не хочу пока бизнес, ну давай ты зарегистрируешься на потребление, какая-нибудь классная акция, вот я знаю, что скоро будет 5000 НГ, да? У вас тоже нормальная акция, с помощью которой можно сделать, повысить товарооборот и привлечь новых потребителей в вашу команду. То есть можно даже после этих людей дать ссылку на акцию новички. А, подождите, в первую линию будет только получается. Но что могу сказать? Что-то понятно или нет? То есть давайте сейчас я отключу уже трансляцию экрана, вернее запись и мы с вами уже сможем поговорить на те темы, которые вас интересуют. и что-то не так и что-то это не что-то